Презентация этой книги Сегодня в 12 часов в помещении Николаевского общества еврейской культуры Я все-таки хотел бы сказать о полном названии книги Она называется «Праведники народов мира, праведники Украины и спасители Николаевской области» И в этом уникальность этой книги, потому что впервые в Украине мы собрали факты, эпизоды спасения евреев в период немецко-румынской оккупации Связанные так или иначе с нашим краем, с Николаевской областью Хотелось бы узнать о истории создания этой книги, потому что действительно я понимаю, что колоссальный труд был посвящен этой книге, работе над ней Как вообще возникла идея? Вы знаете, вообще тема холокоста, вот лично меня и Владимира Владимировича в том числе, волнует уже давно Но сначала это были статьи о праведниках народов мира, в целом по Украине, в Николаевской области То есть как-то, знаете, по крупицам собирали этот материал Но инициатором создания именно книги стала Ташлая Людмила Борисовна, которая тоже имеет свой архив по этой теме И вот как-то она загорелась, мы с ней встретились, обсудили этот вопрос и втроем решили, что да, это должна быть книга Потому что вот эти люди, которые спасали евреев с риском для собственной жизни, они являются, безусловно, примером того, как должен человек вести себя, именно человек вести себя в критической ситуации И они дают нам пример героизма и благородства, не только вот на сегодняшний день, но и для будущих поколений Вот так родилась эта книга Мы посчитали, что каждую историю, их здесь 33, надо вписать в летопись человеческой истории Вы делаете акцент на том, что вы не писатель, вы исследователь Хотелось бы узнать, как именно вы исследовали эту информацию, потому что действительно найти эту информацию довольно сложно по праведникам Вы знаете, для меня толчком была встреча с Михаилом Давыдовичем Я когда пришла... Гольденбергом Когда я пришла к ней в музей, увидела случайно фотографию моей соседки Оказывается, ее мама спасала евреев в годы войны Самой Любови Петровне было всего три годика Ну понятно, что она как-то смутно все это помнит, уже помнит окончание оккупации Я просто была вот этим потрясена, и вот я загорела, что буду собирать Началось с того, что я у нее взяла, она мне все это детально описала И так я потихоньку начала собирать свидетельства тех людей, кто еще сегодня жив и может рассказать, как это было Вот, постепенно стали собирать фотографии Людмила Борисовна была в Израиле, в Ят-Вашем, и она тоже там получила какую-то информацию Вот так вот, знаете, как-то по крупицам, по крупицам, и вот родилась эта книга Я думаю, что уникальность этой книги не в том, что она собрана по крупицам, но также в ее структуре Хотелось бы узнать о ней подробнее Собственно, книга создана для того, чтобы было удобно ею пользоваться То есть, в данном случае здесь приведены, прежде всего, зафиксированные вот эти 33 истории спасения евреев в период оккупации Соответственно, в конце книги дан именной указатель, где указаны имена как спасителей, так и спасенных С указанием страниц, то есть, чтобы можно было очень быстро и удобно этим воспользоваться И далее идет, собственно, изложение самих историй спасения Они, эти истории, они прежде всего основаны на воспоминаниях, на документах И, конечно, на тех материалах, которые мы смогли получить из израильского мемориала Ят-Вашем, где уже очень много лет собирают эти истории Причем, эти истории, они возникали, ну, иногда очень разными путями, иногда фантастическими Вот, предположим, меня поразила такая история Американский журналист, работающий в русскоязычной американской газете В магазине в Нью-Йорке Знакомится с молодой продавщицей Начинается такая обычная беседа И вдруг в ходе беседы выясняется, что ее мать была в числе спасенных Именно у нас, в нашем крае Он это все зафиксировал и опубликовал в газете И с этого началась вот эта история спасения И все это было приведено к тому, что, в общем-то, они были награждены почетным вот этим званием Я все-таки хочу начать с самого начала В 1963 году государство Израиль учредило вот это почетное звание «Праведник народов мира» Его удостаивались неевреи, которые способствовали спасению евреев в период оккупации, в период Холокоста Нужно сказать, что собирание вот этих фактов в европейских странах началось еще в 50-х годах прошлого века А вот в 1963 году было учреждено это почетное звание Достаточно тщательно подбираются кандидатуры Должна быть доказательная база и так далее Заседает специальная комиссия И вот в европейских странах начали выявлять такие факты Появились первые награжденные А на территории мемориального комплекса Яд-Вашем В честь каждого праведника высаживалось дерево Сначала это была просто аллея праведников Сегодня, я вот сам это видел, там огромный сад праведников И возле каждого дерева обязательно табличка, кому оно посвящено Вот так они как бы эту память фиксируют для себя, в общем-то, и для нас В Украине ситуация была крайне неприятная В советский период вообще само понятие Холокоста, оно отсутствовало Еврей был фигурой умолчания И когда речь шла об актах массового уничтожения мирного населения Просто говорилось, мирные советские граждане И, собственно говоря, создавалось такое впечатление В европейских странах выявляют этих праведников А в Украине их как бы и нет То есть вроде бы как, ну не было украинцев, которые спасали И вот выявление, собственно, вот собирание этих историй спасения Началось у нас в Украине только в 80-х, 90-х годах К сожалению, большинство этих людей уже к этому времени ушли из жизни Ушли из жизни спасавшие, ушли из жизни спасители Поэтому вот то, что удалось на сегодняшний день выявить, собрать Я считаю, что это, ну в лучшем случае, какая-то десятая доля того И это крайне несправедливо И за последние 20 лет вот эта несправедливость Когда создавалось ощущение, что в Украине этих праведников меньше всего Сегодня по количеству праведников мира, праведников Украины Наша страна занимает четвертое место в Европе Среди европейских стран Да, вот мне хотелось бы сказать, что это звание почетное присвоено гражданам 51 страны мира 26 тысяч на сегодняшний день, 120 таких праведников Украина действительно, правильно говорит Владимир Владимирович, четвертое занимает, я считаю, почетное место 51 страна, Украина четвертое место Я учитываю то, что только в 90-е годы Да, да, и многие же погибли Вот на сегодняшний день по Украине таких праведников 2544 В этой книге мы изложили 33 истории спасения 82 спасителя и праведника Потому что несколько есть историй Не было документальных свидетельств того, что люди спасали Но это спасители, награждены грамотами президента У них у всех, у каждого праведника почетная медаль Именная на которой надпись В благодарности от еврейского народа Кто спас хоть одну жизнь, спас целый мир Вот, и мне бы очень хотелось Вот знаете, мне очень трогают детские воспоминания В одной из историй мы рассказываем о том, как спасали семью Иты Терлецкой 11 николаевцев в то время И девочка уже после войны настолько пережила этот ужас Что когда видела электрическую лампочку И кричала, гасить светло, гасить светло Так была напугана А мальчик долгое время вообще не разговаривал Понимаете, поэтому эти истории вот как-то Надо читать, знать и об этом помнить Хотелось бы еще услышать от вас пару слов о этих историях Потому что действительно они трогают сердце Я думаю, сейчас каждого нашего телезрителя Какая история, возможно, еще вас затронула Которая стоит сейчас сказать? Ну, давайте я расскажу Затронула та первая, о которой я уже говорила Домна Швадская Праведник народов мира Это почетное звание вручили ее дочери в Одессе В посольстве государства Израиль Потому что она к тому времени уже умерла Это Любови Петровне Тогда девочке трехлетней Трудно было понять, что вообще происходит Ее папа работал в сиротском доме И когда началась оккупация Николаева Детей решили раздать по всем семьям Потому что, ну, что бы с ними было С этими маленькими детками Был там один маленький мальчик, еврей Миша Миронер Родители которого были убиты Во время оккупации Мариуполя И вот он очутился в этом детском приюте И вот куда они пытались этого мальчика отдать Никто не хотел брать, все боялись Потому что знали, что ждет членов семьи За то, что приютили, укрыли еврея Тогда Петр Назарович привел этого мальчика к себе домой Домне было 32 года У нее был 11-летний сын Толя И вот трехлетняя девочка Люба И они к этому мальчику относились как к родному Ну, понимаете, ребенок есть ребенок Там столько трогательных таких моментов Для того, чтобы его не узнали Она его на лысо остригла Чтоб черные волосы не выдали его еврейское происхождение Потом он немножко расслабился Уже начал в город выходить И в 43-м году однажды Ну, ребенок, ну что сказать Пошел на рынок птичек посмотреть захотел Там попал под облаву Его забрали немцы Отправляли астайбайтеров в Германию Домна, когда об этом узнала Побежала быстренько к вагонам За огромный выкуп Она стащила буквально этого мальчика с поезда И вот так он выжил Потом участвовал, значит, в боях за освобождение Берлина Награжден медалями, вернулся И к этой домне, конечно, относился как к своей родной маме Действительно история души трепающей И мы понимаем, что помнить о этих подвигах людей Действительно необходимо И не случайно сегодня презентовать свою книгу Будете вы в особом месте Хотелось бы об этом поподробнее Ну, я просто хотел бы сказать Что общество еврейской культуры Проводит огромную работу По изучению в целом Истории еврейского населения Нашего края И огромное им за это спасибо Собирают факты У них прекрасный музей И вообще это вот то место Куда всегда приятно прийти Где тебя, в общем-то, принимают Там есть особое тепло Тепло какого-то родного дома Я просто хотел бы вернуться немножечко к книге Вот Наталья Васильевна рассказала сюжет Каждый из этих сюжетов достоин, в общем-то Ну, я не знаю, какого-то фильма, романа и так далее Но важно другое Что эти люди, спасая евреев в условиях оккупации Они рисковали собственной жизнью С собственной жизнью Жизнью членов своей семьи То есть это тот настоящий реальный подвиг Причем подвиг не в бою, где, так сказать, проливается кровь А подвиг каждодневный, длящийся подвиг И не напрасно звание-то им дали не герои, а именно праведники Потому что в их действиях мы видим высшее проявление человечности Ведь каждый из нас сначала человек, давайте об этом не забывать А потом уже русский, украинец, еврей, немец и так далее, иудей, христианин И вот эти люди нам показывают высший пример человечности Ибо если мы это будем терять, то исчезнет цивилизация, исчезнет все То есть прежде всего человек И может быть я бы хотел закончить словами нашего великого поэта Шевченко Он дает поэтическое переложение книги пророка Исаии Очень известные слова И на оновлении земли врага не будет спустят А будет сын, и будет мать, и будут люди на земле И я думаю, что вот это и есть главное предназначение этой книги То есть показать высшее проявление человечности Спасибо вам большое за ваш труд, за то, что вы действительно смогли показать Обычным николаевцам о том, что действительно доля праведников мира Которая была внесена в жизнь людей просто огромная И они действительно герои, которых нужно помнить, которых нужно говорить У 2012 році статус праведника світу была надана також подружжи Цибульки Села-секретарка Кривозерского району Святком цієї події тоді стала и наша Галина Щерба До вашей уваги я пропоную подивитись, как это происходило Статус праведника світу надає держава Ізраїль для відзначення неєвреїв, які, ризикуючи життям під час Голокосту, рятували євреїв від знищення В роки Другої світової війни сім'я Григорія Кіндратовича переховувала його однокласника І чим могла, їжею та одягом допомагала його багатодітній родині А батьки Поліни Йосипівни навіть удочерили єврейську дівчинку, щоб рятувати її В селі важко щось утаїти, а допомога євреям каралася розстрілом Дітка Павлина і дядько Григорій пам'ятають страх смерті, який прийшлося пережити Але вони не вважають вчинок своїх родин подвигом і якби довелося, знову повторили б його А я знаю, горе, то все, я б обратно, десь б таке знайшов, місто, де сховати, чи як то казати Чи десь, щоб притулити, щоб воно десь пережило, чи перебуло, чи в той момент Врятовані не забули своїх благодійників, весь вік родичалися з ними Тож коли пара познайомилася і побралася, стали дружити з сім'ями Яким же було здивування Григорія Кіндратовича і Поліна Йосипівни, коли у 1996 році їх запросили до Одеси І урочисто посвятили в праведники світу У день Діамантового весілля пару визнали і праведниками України До речі, тепер подібний статус в Миколаївській області мають всього 5 осіб Декілька років тому дядько Григорій із сином висадили в селі 120 горіхів Дідусь мріє, що цей гайок люди на згадку назвуть його іменем Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Ми дякуємо лауреату клейзмірської музики Андрію Черно за дійсно чудове виконання Хотілося б від вас почути, як називається ця мелодія? Це плачевне, по погибшим Дякуємо вам і хочу нагадати про те, що ми маємо пам'ятати про жертв, які дійсно положили своє життя, не дивлячись ні на що Пам'ятаємо про праведників, які спасали ці життя, пам'ятаємо про жертв Холокосту Дякую! 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 Дякую!